всем привет здравствуйте мои уважаемые подписчики и зрители сегодня наша задача склонировать блок от ford focus 3 м с 2204 вот здесь вот пишется название блока вот она этот блок был удар и он раскололся то есть штекер вот такой у него весь расколотый наша задача перелить full вместе с паролем из этого блока в другой в с разборки которые купили давайте будем открывать блок для начала нам нужно отогнуть вот эти вот усики на блоке вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вскрытие показало, что элементная база хорошая, то есть ничего не отлетело, плата не лопнула, все элементы на месте. Сейчас мы попробуем подключить его на столе и сделать идентификацию с помощью PCM Flash. Пока читать не будем, просто сделаем идентификацию и проверим, будет он дальше читаться или не будет. Давайте посмотрим, как этот блок подключить можно. Так, выберем... Хелп и ищем... Continental EMS 2204. Вот он у нас EMS 2204. Вот здесь приведено, как подключать эти блоки. Но здесь показано с отрывом платы, то есть отрывать надо плату, чтобы добраться до бутпинов. Мы плату отрывать не будем. С нами любезно поделился Владимир этим хелпом. Значит, здесь у него три питания. Вот эта большая и две маленькие. Но мы подсоединим все три. Будут у нас управляться автоматическим питанием. Здесь распиновка для комби-лодера. То есть два постоянных и одно с включением зажигания. Мы все три сделаем, запитаем для автоматического питания. Все три будут включаться. Это CAN. Это масса. Ну и не отрывая платы, сверху делаем на бутпин и ставим резисторы по одному килоомму. Используем адаптер от Алексея Рыжкова. Единственное, здесь я доделал это, вывел кнопку. Чтобы можно было вручную питание включить. Сейчас она нам как раз понадобится. Но для начала считаю, что эти усики мы просто обязаны разогнуть, чтобы они не замыкали друг на друга. Тут что-то полный бардак у нас получается. Хоть вот так просто друг от дружки оттолкнуть. Вроде более-менее разомкнули между собой, чтобы они не соединялись. И вот здесь у нас будет питание. Минус крайний снизу. Так. Теперь подключаем два плюса. Один вот сюда. Так. И через один у нас идет. К1 и H1. Вот. И еще один плюс вот сюда. Вот подключение питания. Давайте подключим КАН. Так. КАН у нас идет. H2. КАН. КАН. ХАЙ. То есть вот под этим H2 у нас. Вот H2. А КАН ЛОУ рядышком. Вот КАН ЛОУ. Это Г2. Все. Давайте попробуем подключить его. Вот подключили адаптер сканматик 2. Давайте включим питание ему. Вот загорелись светодиоды. Зелененьким здесь и зелененьким здесь. Значит питание на адаптер у нас идет. И давайте попробуем включить наш блок. Потребление 0.36 ампер. Я думаю, что это нормальное потребление. Давайте откроем PCM Flash. Выберем адаптер сканматик 2. Здесь выберем Ford Focus 3 2204. Включим зажигание. И попробуем сделать идентификацию. Вот пожалуйста идентификация сделана. Это говорит о том, что блок у нас исправен. И мы можем его прочитать в BSL. Сейчас для начала, не переводя блок в BSL режим, мы прочитаем пароль с этого блока. Откроем PCM. Выбираем 53 модуль. И выбираем паспорт. EMS 2204. Мы выбрали. Включаем зажигание. И нажимаем чтение. Хотим использовать автоматическое управление питанием. Да, хотим. Проверка цифровой подписи включена. Завершено. Вот у нас прочитал пароль. Значит, сейчас мы сохраним это все в папочку. В папочку Alt. Это старый блок. Поэтому мы сохраним его именно в эту папку. Бут-пины мы подсоединили. Обратите внимание на одну тонкость. Значит, здесь вот соединение у нас есть. Вот они идут. Вот этот провод нам нужно положить на массу, чтобы остановить ватчдок. Вот здесь вот. Я сделал проще. Смотрите внимательно. Просто сделал перемычку. Четвертый и пятый контакт. Замкнул перемычкой. И теперь давайте читать. Вот получается у нас эти две точки. Одна точка здесь. Это масса. И ватчдок мы замкнули вот именно вот так. Пароль у нас прочитан. Давайте выбираем теперь 53-й модуль. Infineon, 3Core BSL. И выбираем 38-й процессор. Вот он у нас 38-й процессор. Нажимаем чтение. Сейчас попросит выбрать пароль. Пароль мы выбираем из нашей папки. То есть из файла. Вот наш пароль. Вот так быстро это все прочиталось. Мы сохраняем в папку old. То есть это родной блок у нас. Контрольная сумма проверка была произведена PCM-флэшером корректной. Теперь давайте прочитаем EPROM. Пароль достаточно выбрать один раз из файла. И он теперь обращается к этому паролю уже при чтении флэш. Сохраняем. Точнее при чтении EPROM. Давайте глянем где наши файлы, которые мы сохранили. Папочки old. То есть у нас здесь пароль. EPROM. И флэш. Теперь давайте читать новый блок. Сейчас мы подключили другой блок с разборки, не расколотый. С нормальными штекерами. Вскрывать пока мы его не стали. Сейчас прочитаем пароль с этого блока. И сохраним уже в папочку new. Давайте проверим, что у нас за нагрузка. Все 0,36 ампер. Все в порядке. Блок дышит. Теперь давайте выберем опять Infineon 3Core BSL паспорт и EMS 2204. Нажимаем чтение. Автоматическое питание используем. Все это мы уже читаем новый блок. То есть пароль нам нужно сохранить уже вот в этом блоке. New. Окей. То есть вот он теперь у нас находится вот здесь. Вот здесь вот старый мы весь прочитали. А в новой папочке у нас пока пароль. Сейчас будем переводить блок в BSL режим и читать также Flash и EEPROM. Новый блок открыли. И также подсоединили по этой же схеме. Замкнули Watchdog 4 и 5. Взяли оттуда массу на 3 резистора. И 3 резистора припаяли уже по точкам. Давайте посмотрим, где же все-таки во Flash находится пароль. У нас есть небольшой хелпик. По этому поводу давайте 900 адреса найдем. Вот у нас адрес 900. А находится это все у нас вот здесь. Вот пароль. 8 байт. Вот этот пароль нам нужно перенести из нового. То есть вот из этого блока в старый блок. И записать уже старые Flash и старый EEPROM при помощи нового пароля. PCM Flash читает этот пароль в закриптованном формате. То есть вот если мы откроем данные пароля, то мы видим, что ничего знакомого здесь нет. И тем более не 8 байт, а 16. Видите? Нам надо перенести именно 8. Значит, закрываем. Делаем мы следующее. Чтобы пароль никуда не потерялся, мы создаем текстовый документ, подписываем, что это у нас новый пароль. И вот эти цифры сейчас мы туда и забьем. 6191.8451. 6191. Смотрим дальше. 8451. Дальше. 1CBF. 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 Смотрим дальше. 89,2C. Это наш пароль. Давайте, можно его даже разделить. Раз, два, три, четыре. Вот так вот разделим. По 4 байта. И сохраним. Это у нас новый пароль. Сохранить. Можно просто его положить в папочку. Вот он будет здесь пароль лежать. Уже не в криптованном виде, как здесь. А именно в натуральном виде, как он в данке. Теперь давайте откроем файл из блока old. Также найдем 940 адрес. Вот он у нас. И перепишем отсюда пароль. Это у нас пароль с нашего старого оригинального блока. Давайте сохраним это все. И также бросим в папочку old. Вот он в закодированном виде. А вот он у нас в открытом виде. Как нам перенести этот пароль? Лучше всего это делать в редакторе. Открыли мы сейчас новый флэш с нового блока. Давайте откроем теперь со старого блока. Вот обе флэши открыты. И теперь находим адрес. 940. Вот наш пароль. Видите? Легче всего это делать просто руками на сравнении. Значит, давайте теперь мы перенесем из нового блока пароль в старый. Здесь 61, значит здесь мы пишем 61, 91, 84, 51. Дальше. 1C, BF, 89 и 2C. Все, пароль мы перенесли. Сейчас мы сохраним. И в старый флэш будет уже лежать у нас новый пароль. На основании его мы будем писать эту флэш старую и EEPROM в новый блок. Сохраняем. Теперь, чтобы не путаться, мы вытащим отсюда старый флэш. И положим в папочку new. Вот сюда вот. Для того, чтобы он с этой папочки PCM флэшер взял пароль. Значит, давайте еще сейчас быстренько пробежимся. Пароль 6191-84-51. Это у нас в старом дампе. Вот он получается. 6191-84-51. 1C, BF, 89, 2C. Да, так и есть. Теперь открываем PCM флэш. Выбираем флэш. Открываем флэш. В папке new мы открываем флэш old. Флэш старая, но с новым паролем. Нажимаем записать. Пароль выбираем из новой папки. Папочка new. И теперь записываем. Снимаем галочку пропускать служебное. То есть пускай он пишет все. Поехали. Сейчас в новый блок пишется старая флэш. Полностью вся со служебными областями. И перенесенный из новой флэши пароль. Флэш успешно записан. Теперь выбираем E-Prom. Открываем E-Prom. Вот он у нас лежит в папочке new. Old E-Prom. И записываем. Тоже самое здесь. Галочки все снимаем. И нажимаем ОК. Все записано. Флэш и E-Prom. Блок успешно клонирован. Отпаиваем все наши резисторы, которые сюда припаяли. Вот таким вот образом. Так, ватчдок у нас. Чтоб не был замкнут. Да, все вот. Ничего не замкнуто. Возьмем, помоем это все место. Вот так вот. Где мы тут паяли. Вот и все. Можно закрывать на герметике, ставить машину. Работа выполнена полностью. Всем до свидания. Интересные и хорошие работы. Крепкого-крепкого здоровья. И успехов и удачи во всем. Субтитры сделал DimaTorzok